Всем привет, меня зовут Люда, вы находитесь на моем YouTube-канале Blush Supreme, добро пожаловать! И неспроста я сегодня в короне, во-первых, мне в диадеме, я бы даже так сказала, во-первых, мне надо где-то носить ее после моей свадьбы, а во-вторых, я сегодня хочу вам рассказать про то, что мне безумно интересно по жизни, но почему-то я не делала про них видео, у нас есть новости шоу-бизнеса, почему бы не поговорить про королевскую семью Англии, The Royals, как они везде во всех заголовках называются. Я знаю, что многим из вас тоже интересна эта тема, поэтому сегодня проговорим про Чарльза с Дианой, про Уильяма с Кейт и, конечно, про Гарри с Меган. Расскажу вам те основные моменты, которые знаю я, но не знают многие, потому что немногие интересуются этой темой, я надеюсь, что вам сегодня будет как минимум со мной интересно, так что поехали! Первое сразу отвечу на вопрос, на самый популярный вопрос, когда дело заходит о королевской семье, почему мне так интересна эта тема, потому что, когда была свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма, транслировали у нас по первому каналу это дело, не знаю почему, но, тем не менее, с самого начала до самого конца. И мне позвонило огромное количество знакомых, которые мне говорили о том, что ты очень похожа на Кейт Миддлтон. Я, если честно, частенько замещаю какие-то фотографии не везде, что мы действительно схожи. И людям принято любить, принято как бы интересоваться теми знаменитостями, на которых они похожи. Проверьте мою теорию и напишите мне в комментариях, если это так. Я уверена, вам нравится больше всех знаменитостей именно тот человек, который вы считаете подсознательно, вы с ним похожи. Ну, собственно, именно поэтому мне понравилась Кейт Миддлтон, ну и мал по малу я слежу и за королевской семьей. Ну и вообще мне нравится эта тематика, мне кажется, это очень здорово в нынешнем мире, когда у тебя в стране есть королева. Быстренько справку, кто наследует английский престол, следующий после королевы Елизаветы в очереди Чарльз. И многие-многие ждут, чтобы Чарльз отказался от трона, потому что он не вызывает у публики очень, как сказать, ну они не хотят видеть его королем, они ему сильно не доверяют. Плюс эта вся история с Камилой, с Дианой подорвала его авторитет. И многие считают, что он должен отказаться от престола и на трон должен зайти принц Уильям. После Уильяма в очереди его сын Джордж, который родился в 2013 году. И после Джорджа у него появилась дочь, Шарлотта. И по идее, раньше, до 2012 года, Шарлотта не могла претендовать на трон, потому что раньше было превосходство мужского пола над женским. Теперь же это превосходство отсутствует, и после Джорджа на трон претендует Шарлотта. После Шарлотты на трон претендует Луи, который родился совсем недавно, сын Уильяма и Кейт. Далее на трон уже претендует Гарри. То есть мы понимаем, что Гарри только шестой на трон, и, наверное, 99,09% он трон не получит. Об этом мы еще поговорим впоследствии, когда будем разговаривать про Гарри. Это важная информация. Далее, я уверена, что вы были не в курсе. У Елизаветы II есть второй сын, принц Эндрю. И мне кажется, внешне он гораздо интереснее, чем Чарльз. Возможно, я не права, но, как мне кажется, он больше похож на такого приятного мужчину, чем Чарльз. Чарльза я вообще не люблю. Далее, после принца Эндрю, его дочери Беатриса и Евгения. Про них поговорим тоже чуть позже. С ними, кстати, очень не дружит Кейт Миддлтон. Ну и там далее ветка, которая нас уже не особо интересует. Итак, первое, конечно, о чем думаешь, когда думаешь про королевскую семью, это про принцессу Диану. Она была чем-то особенным для Англии и чем-то особенным для всего мира. И с Чарльзом у них с самого начала не задалось. Диана была очень молода, но я думаю, про эту историю вы знаете. Я вам советую посмотреть два документальных фильма, которые очень здорово рассказывают историю Дианы. Это первый фильм «Diana in her own words», то есть Диана своими словами. Это одно из таких самых откровенных интервью, которые давала Диана уже после развода, естественно. Второй фильм «Diana, our mother, her life and legacy» — это история Дианы словами Уильяма и Гарри. Тоже фильм, где вы увидите очень много кадров, которые ранее не показывались, частные какие-то фотографии и так далее. Умерла ли Диана от несчастного случая, либо ее действительно убила разведка английская, этого мы не знаем. И фактов доподлинных нет. Очень много легенд, очень много вроде бы как чего-то доказанного, но не тут-то было. Но есть одна такая очень интересная история. Диана, когда еще была в браке с Чарльзом, была влюблена в своего телохранителя. Его звали Барри Мэнеки. Доподлинно неизвестно, была ли у них физическая связь, но она говорила о том, что она в него была душевно влюблена, то есть эмоциональная связь у них была. И естественно, когда об этом узнали, Барри уволили со службы, перевели на какую-то другую должность. Естественно, при дворе он больше не появлялся. И ровно через год он погибает в автокатастрофе. Диана была уверена, что убила ее английская разведка. Как мне кажется, очень похож почерк. Уж я не знаю кого, но видите, любовник или не любовник, просто душевный любовник Дианы умер в автокатастрофе. Диана умерла в автокатастрофе. Напишите в комментариях вам, как кажется, умерла Диана случайно, либо это все-таки было все подстроено. Кстати, подобные истории, как с Дианой, больше не произойдет, если только девушки не сменят свою ориентацию, потому что теперь что у Кейт, что у Меган Маркл телохранители женщины. Теперь поговорим про Уильям и Кейт. Я старалась выбрать те факты, которые, скорее всего, вы не знали. Во-первых, я после того, как побывала в Лондоне, побывала я в тот же год, когда произошла свадьба Уильяма и Кейт, я, конечно, влюбилась в эту пару, они повсюду, они, мне кажется, олицетворение Англии. Ну, сейчас уже они борются вместе с Гарри и Меган. Как вы знаете, познакомились Уильям и Кейт в институте. Говорят, что в этот университет настояла мама Кейта, чтобы она поступила, потому что она знала, что там будет учиться Уильям, и у Кейт будет возможность приблизиться к Уильяму поближе и стать, собственно, принцессой Англии. Но, кстати, официально Кейт никогда не станет принцессой, у нее нет монашеской крови, поэтому она будет герцогиней. Собственно, она сейчас герцогиня кембриджская. Встречаться Кейт и Уильям стали сразу после показа студенческой моды вот этого знаменитого прозрачного платья, которое показывала, демонстрировала Кейт. Но дело в том, что в тот момент Кейт была, собственно, в отношениях. Встречалась она с неким Рупертом Финчем. Но во время автопати, которая подсоставилась после вот этого показа, Уильям подошел к Кейт и попробовал поцеловать ее. Она как-то так опешила, но, тем не менее, сразу рассталась с Рупертом и стала встречаться с Уильямом. Но, в принципе, я думаю, на ее месте поступило так бы каждая. Тем не менее, с Рупертом не осталось никаких плохих отношений, потому что он со своей девушкой был приглашен на свадьбу Кейта и Уильяма. И Уильям и Кейт также были приглашены на его свадьбу уже впоследствии. Но есть одна девушка, хотя, собственно, она не одна, но вы узнаете чуть попозже, в отношениях Кейта и Уильяма, которая, собственно, заставляет нас задуматься, так ли все хорошо в их отношениях. Он познакомился с Джессикой в 2008 году, когда он путешествовал в Кении. Собственно, она его поразила своей душой, своей добротой. Я не знаю, внешне поразила ли она его. Как мне кажется, она такая камила. И здесь вот для меня такие параллели проводятся с Чарльзом, потому что он также всю жизнь свою был, даже когда встречался и был замужем за женат на Диане, он любил Камилу. И посмотрите, Камила и Джессика даже чем-то похожи. Ну, как по мне, это не моя внешность. Ну и, естественно, появились слухи, что Уильям начал параллельно встречаться с Джессикой, был влюблен в Джессику. Но пиар-агенты Уильяма, естественно, все отрицали. Кстати, обычно королевские пиар-агенты всегда молчат. Но здесь они начали все отрицать, чтобы 100% никто не подумал, что это так. Но мне кажется, все подумали диаметрально противоположное. Ну, как бы впоследствии Кейт с Уильямом посетили Кейню, посетили Джессику и вроде бы уладили свои отношения. Но так или иначе, все равно появились вот эти слухи, и уже такая червоточинка какая-то появилась. Также у Уильяма есть достаточно много друзей, девушек, друзей-парней, которые очень любят тусоваться. Кейт никогда не поддерживала с ними связь, ну, особенно, конечно, с подругами Уильяма. Одна из таких подруг была Анна Слоун. Уильям даже навещала ее семью перед его поездкой на Рождество в Грецию. Это тоже такая поездка знаменитая. Он туда сорвался с друзьями и оставил Кейт на Рождество одну в Англии. Но была, кстати, и другая девушка, Изабелла, которая подруга или какая-то родственница с Беатрисой Евгенией. И, кстати, эта Изабелла считается, что самая главная соперница Кейт была в те времена, потому что Кейт очень себя чувствовала плохо, когда Изабелла была где-то на горизонте. И поскольку Беатрис и Евгения поддерживали Изабеллу, ну, вот понимаете, да, вот эти дрязги, мы все девушки, мы понимаем, что такое, когда родственники твоего молодого человека, хотя, чтобы он встречался совершенно с другой девушкой, но не с тобой. Вообще, в отношениях Уильяма и Кейт всегда были взлеты и падения. Например, Уильям, когда служил не в Лондоне, он жил в бараках, там, как бы, типа армия. Он любил тусоваться по выходным в клубах. Он мог приехать в Лондон, но он этого не делал, эта пресса, естественно, подогревала. Он всегда тусил в клубах. И там часто его видели с какими-то девушками, с какими-то пиар-агентами этих клубов. Даже ходили слухи, что он кого-то приглашал себе в казармы, но потом пресса брала интервью этих девушек, и они говорили, что нет-нет, он был настоящим джентльменом, мы не целовались, мы просто чуть-чуть танцевали. Но однажды Уильям все-таки приехал на выходные в Лондон, но он не стал встречаться с Кейт, а пошел тусить опять в клуб. И появилась вот эта знаменитая фотография, где он держал девушку за грудь. Я вообще не понимаю, как будущий наследник престола может себя так вести, но, наверное, молодо-зелено. В принципе, я думаю, что Кейт все понимала, и понимала, на какие жертвы она идет, и понимала, что, в принципе, она получит взамен, если она все это стерпит. Но не то-то было. Уильям расстался с Кейт по телефону. Сослуживцы Кейт говорили о том, что ей поступил какой-то определенный звонок, она вышла, поговорила, вернулась со слезах, и умоталась с работы, и больше не появлялась на работе. Именно в этот период в СМИ появились сообщения о расставании Уильяма и Кейт. Далее они опять сошлись, я не знаю, кто на это повлиял, королевская семья, либо все-таки любовь Уильяма и Кейт, но, тем не менее, далее последовала свадьба, дети, трое детей уже на данный момент. Но в 2017 году, когда у пары было еще только двое детей, Джорджа и Шарлотта, Уильям срывается кататься на лыжах только с парнями, но там его... в Швейцарию. Но там его фотографируют вместе с моделью Софи Тейлор, конечно, ничего такого из ряда вон выходящего там не было, они просто веселились, но сам факт. И уже в клубе в Швейцарии, на этом горнолыжном курорте, он держал некую девушку за талию. Естественно, это все не понравилось Англии, это все ужасно не понравилось Кейт, и говорят о том, что третий ребенок, это как бы последствия вот этих вот сорс-скандалов, и их желание каким-то образом наладить отношения. Но все чаще и чаще Кейт фотографирует грустный, Кейт фотографирует несчастный, и если честно, мне кажется, что жизнь у этой девушки далека от идеала, потому что видно, что она находится под определенным каким-то прессингом, постоянно она следует протоколу. Почему? Потому что Уильям, как сказать, highly likely, как сейчас принято говорить, наследник престола, и Кейт должна соответствовать всем стандартам. А я так понимаю, королевы Елизаветы вообще не забалуешь. Поэтому Уильям и Кейт должны блюсти традиции, потому что они, скорее всего, будут держать элитрона. Но все же по этикету иметь грустные глаза не обязательно, но посмотрите на эти фотографии, мне кажется, они говорят о том, что Кейт не вот тебе очень безоблачная жизнь. Далее история Гарри и Меган, она такая более лучезарная на данный момент. Я никогда не сравниваю Гарри и Меган с Уильямом и Кейт. Почему? Потому что Гарри с Меган, они более расслабленные, они не претендуют на трон, они просто кайфуют и наслаждаются жизнью королевских особ. Но еще важный фактор. Сейчас в Англии все чаще и чаще говорят о том, что им не нужна королевская семья, что их налоги, огромное количество налогов, сумма налогов уходит на содержание этой семьи. И именно поэтому им королевской семье нужен кто-то, который будет как бы ближе к народу. И мне кажется, только поэтому Гарри разрешили взять в жены Меган. С Меган они держатся за руки, обнимаются, целуются, реально нарушают протокол. Чуть ли не через каждые два дня появляются сообщения, что Меган опять нарушила протокол, Гарри опять нарушил протокол и так далее. Но с них взятки гладкие именно по этим двум моментам, как мне кажется. И, кстати, говорили, что Гарри самый настоящий тусовщик. Он совершенно не способен, чтобы быть семьянином хорошим, но если сравнивать его с Уильямом, даже когда он встречался только с Меган, это, конечно, небо и земля. Так что посмотрим, кто тут на самом деле холостяк в душе. Их познакомили общие друзья. Есть такая у них общая знакомая, аристократка Виолетта фон Вестенхольц, если я правильно называю ее имя. Так вот, когда Меган была с пресс-туром от форс-мажоров в Англии, Виолетта решила сделать, устроить им свидание вслепую. Она не сказала ни Гарри, ни Меган, с кем она их сводит. Меган только спросила, симпатичный ли он. Она сказала, что да. И, конечно, Меган узнала, кто такой Гарри. На свидании Гарри же не узнал Меган, потому что он даже не смотрел сериал форс-мажоры. И, как они говорят, им все понравилось. Это была любовь с первого взгляда. Они начали встречаться. И даже были фотографии, где Меган делала селфи с таким же браслетом, как у Гарри. То есть потихонечку-потихонечку публика могла уже догадаться, что они встречаются. Но когда в мае они объявили о помолвке, все, конечно, вздохнули. Это было очень красиво. Они реально выглядели счастливыми. Они реально светились. И, конечно, их свадьбу ждали все. И, в принципе, пока ни в чем их нельзя заподозрить. Ни в каких там путешествиях на лыжах, моделях и так далее. Единственная вот эта вот проблема с отцом, который постоянно какие-то выпускает в прессу непонятные сообщения про Меган. Она с ним не общается. Он немножечко, мне кажется, поехал на вот этой волне славы. Но если вам интересно будет подобная тема, мы еще сделаем отдельное видео про Меган, про всю ее историю. Там очень много подводных камней. Но самое главное, что Гарри ее оберегает, ее лелеет. И когда они готовились к свадьбе, даже приближенные говорили, что Гарри повышал голос на них, потому что он хотел, чтобы Меган получила все, что хочет. И что же произошло? Меган хотела на свадьбу выходить в теаре с изумрудами. Но королева настаивала, чтобы она выходила в диадеме а-ля кокошник. И, собственно, у них была такая небольшая дрязга, на что Гарри начал кричать о том, что все, что хочет Меган, она получит. Но королева Елизавета II, старушка, что надо, конечно, она настаивала на своем, и Меган вышла в той теаре, которой королева ей дала взаймы. Она, кстати, даже не дарит эти теары. Это просто она дает взаймы на свадьбу. Сейчас Меган беременна. Мы все ждем рождения первенца Гарри и Меган. Но что же нарушили ребята своим браком? Но я уверена, что этот брак именно для того, чтобы королевская семья стала ближе к народу. Потому что для этого брака девушка сменила веру. Девушка была разведена. Девушка была актрисой. Весь мир видел ее обнаженной. Девушка старше Гарри. И мать девушки темнокожая. Это все недопустимо для чопорной Англии, но не в 2018 году. Я думаю, что на сегодня достаточно. Если вам интересна эта тема так же, как и мне, пожалуйста, напишите в комментариях, либо ставьте лайк этому видео. Я тогда пойму, что надо подготавливать еще какую-то информацию. Можем с вами поговорить отдельно про Гарри, отдельно про Меган. Можем с вами пообщаться на тему Дианы, потому что там тоже огромная-огромная история такая, очень увесистая. Про принцессу Беатрис можем поговорить, про ее свадьбу, которая недавно состоялась, про ее шрам на спине, от чего он, откуда он. В общем, если вам интересно, давайте будем развивать эту тему. Я надеюсь, что все было круто сегодня, я подняла вам настроение, вы узнали что-то новое. Ну а я буду ставить точку, и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!